внимание блуждает она блуждает по привычке и за что зацепляется тоже по привычке потому что так была такая привычка она существовала очень долго не блуждает она только пока у многих почти у всех только в глубоком сне потому что это недвойственное или так сильно расслабляешься что она рассеивается но она не рассеивается она просто во первых когда вы выполняете те упражнения которые я выдавал да хотя бы даже с предметом с концентрации с вовлечением вы уже у вас уже появляется так сказать некий вкус вот этой позиции которая есть не восприятие концепции себя и соответственно это но то что как бы до восприятия этой концепции это уже само по себе если вы каждый делает эти упражнения так сказать тысячи раз в день когда он чем-то занят но он не обращает внимание на это то есть он не исследует момент исчезновения и появление концепции восприятия концепции самости как это происходит и здесь это просто нужно осознанно к этому моменту подойти то есть как исчезает и как она схватывается потом назад когда происходит откат внимания да вот и то что вы не воспринимаете себя ни в каком виде без этой концепции без внимания направленного на эту концепцию и соответственно но вам то не не выгодно постоянно его на чем-то концентрировать потому что вы это не можете сделать это будет как анестезия и некоторые там восточные практики они просто ну за неимением мудрости до некоторые люди они удавали такие практики там постоянно повторять мантру там ну чтобы просто внимание на чем-то было зафиксировано и в этом в этот момент не воспринимается самость то есть это как было постоянно дам на каком-то центре концентрироваться то есть это просто как бы анестезия временная такая примочка и они совершенно логично называли это освобождением потому что да это освобождение от самости на это время вот но суть то в том что как бы это требует усилий и внимания и концентрации там и так далее вот и это не устраняет привычку само по себе не устраняет тот образ самости потому что он не был исследован и не не был увиден как именно образ как ментальные концепции проекции и соответственно он начинает восприниматься при любом удобном случае когда внимание откатывается просто мантр перестаешь повторяться там не знаю ли что то еще вот и поэтому данные вопросы данной практике они не ищутивны а когда вот этот вот как бы вкус отсутствие восприятие самости он такой вкус то он не как переживание а как именно скорее отсутствие переживаний вкус со знаком минусом я бы сказал когда это понятно то есть вот как тот же самый влада он же понял что как бы классно когда не воспринимается эта концепция он не так и написал вот ну то есть никак нет никакого напряжения нет никаких вообще вот этих мыслей себе там и так далее то есть это освобождение от себя по сути вот тогда вам проще соответственно не схватывать эту концепцию то есть внимание вы как бы автоматически понимаете автоматически реализуете что значит не восприятие этой концепции неопределение себя как вам можно сказать расслабление это или нет это это реализуется когда вы понимаете что такое концепция самости как происходит с ней отождествление это одно с другим связано просто это не вербальный какой-то рецепт который там можно написать это не обязательно какое-то расслабление там и так далее это просто вот не 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 смотрение в себя если хотите не не схватывание концепции я нет не оценивание не как бы не определение того что ты есть то есть вот вот так вот то есть ты просто не смотришь не оцениваешь причем внимание там как бы физические глаза то они смотрят куда угодно это вообще не проблема ты просто не не фиксируешь не даешь определений до во первых во вторых в первую очередь ты не даешь определение именно себе то есть именно первая самая важная задача то я освобождение это от чего от восприятия концепции себя потом уже из этого следует соответственно не концептуализация в целом как вчера вот алексей говорил в конце сатсанга что у него там все концепции восприятия рушится потому что он потому что это все связано с концепцией себя естественно это все одно из другого следует то есть сначала ты понимаешь что самость это концепция это мысли что они воспринимаются с помощью внимания и что такое не восприятие то есть ты реализуешь это из упражнений непосредственных потом ты понимаешь что значит не оценивать себя не давать определение себе чисто опять же практически вот и соответственно потом все у тебя ты как бы не существует в качестве вот этой концепции себя и ты увидишь как бы по факту что вот нет никакого разделения на тебя не тебя потому что тебя не существует соответственно видение и концептуализации чего-то другого тоже не происходит это просто одно целое вопроса о несмотрении куда-то не возникает потому что это одно целое просто это физически может восприниматься может не восприниматься можно использовать любые слова там название и так далее но это будет уже просто пустые как бы оболочки то есть ты не будешь у тебя не будет реального ощущения разделенности на тебя и не тебя это все чисто практические вещи о них бесполезно просто вот говорить вот даже вот так вот то есть поэтому я и настаивал на упражнение именно